Взяла решение квартирного вопроса в свои руки Мария Григорьева и ее трехлетний сын Егор ищут новое семейное гнездышко. Хотят продавать квартиру в панельном доме и купить в кирпичном. Наш идеальный вариант это кирпичный дом, три комнаты, уютный, теплый, светлый. В ярмарке недвижимости принимают участие более 80 организаций. В основном это строительные компании и риелторские фирмы. Мария с сыном обошли на выставке почти все представительства, но результатом остались недовольны. Во-первых, далеко не каждый застройщик может предоставить жилье здесь и сейчас. Как правило, срок ожидания полгода. Во-вторых, средняя стоимость квадратного метра в Иркутской новостройке 39 тысяч рублей. В районе на 10 тысяч ниже. Получается по карману только ипотека. Сотрудники финансовых учреждений говорят, что к подобному выводу приходят многие посетители ярмарки. Тем более, что проценты по кредиту постепенно снижаются. Ставки колеблются от 9,5 до 14%. Мы можем со своей точки зрения, как бы именно со своей стороны Сбербанка, сказать, что оформление у нас документов происходит достаточно быстро. То есть рассмотрение заявок от двух рабочих дней и при этом от клиентов требуется минимальный пакет документов. Следующий год будет не кризисным, но финансово трудным. Обращают внимание посетителей выставки эксперты по недвижимости. Поэтому сейчас, по их мнению, самое подходящее время приобрести жилплощадь. Причем более выгодные сделки риэлторы считают покупку квартир в новостройке. Ведь за сентябрь 2011 года вторичное жилье в Иркутске подорожало на 760 рублей за квадрат. А новостройки, напротив, упали в цене. Чтобы превратить это положительное рыночное явление в тенденцию, правительство при Ангаре намерено расширять сотрудничество с федеральными органами власти. В частности, до конца этого года для строительства жилья будет выделено более 300 гектаров земель, находящихся в государственной собственности. Анастасия Зверькова, Александр Мокин. Новости сейчас.